У него нет права жить там, где он хочет, по большому счету. Но в данной ситуации, понимаете, уехали и уехали. Но зачем тогда оскорблять людей, которые здесь остались? Это люди дали возможность, и государство, кстати, дали возможность вот этим артистам почувствовать себя небожителями, царями, королями, принцами, принцессами. Иногда даже не заслуженно. Но они привыкли жить вот так, как будто они и в туалет не ходят. Алла Борисовна, которая была для 90% населения нашей страны, нашим всем, ну, главной, да, главной артисткой всей нашей огромной страны и ближнего, и немного дальнего зарубежья. Она взяла и сказала, что мы были холопами, стали рабами. И когда мне кто-то начал говорить, что это она не народ имела в виду, а правительство, я сильно извиняюсь, когда это наше правительство было холопами. Как бы к нему ни относиться. Это было сказано в адрес людей, которые ходили, бились за билеты, ходили на концерты, на стадионы, на дворцы спорта, на лучшие площадки страны. И считали, что вот оно, вот этот человек, за которым можно идти. Со своими там всякими штучками, дрючками. Человек собрал чемодан, поехал. Плевать хотел на себя. Согласна. Но нельзя оскорблять людей. Ну, нету профессии такой на земле, которая бы позволила этому профессионалу оскорблять других людей. В любых проявлениях. Но нельзя. А по поводу Максима, честно говоря, я сначала думала, что мне привиделось. Потому что я не плотно, но очень много лет его знала. Мы пересекались на каких-то там вечеринках, особенно в ЦДЛе. Я все время думала, надо же, какой классный парень. Умный, начитанный, острый. Вот посмотрите, была вот эта передача с детьми. Мало кто так с детьми мог общаться, как он. Хорошо, уехал. Но я два поста его видела, когда он в камеру зачем-то начал на нас плевать. Вот прям как верблют. Что это такое? Так много лет прикидываться умным и классным трудно. Очень трудно. Ну вот некоторые же уезжают, типа, я говорю, ну человек ищет, где лучше. А вот в Израиле там, я говорю, слушайте, у нас половина артистов имеет двойное гражданство, недвижимость там, и никто никогда этого не скрывал. И вот они подошли к главному. А вы слышали, что вот Алла Борисовна уехала? Я говорю, да. А вдруг она к нам больше не вернется? Я говорю, а если она к нам больше не вернется, вы будете довольствоваться меньшим. То есть мной. Ой, ха-ха-ха, вот тоже так. У нас такое чувство юмора, я говорю, а я не шучу. Вот, поэтому это не то чтобы трагедия для страны. Это очень неприятно. Ну она же уже не пела много лет. Мне Градский говорил, что у нее узлы. У меня тоже были узлы, мне их убрали. И в таком возрасте можно уже не петь. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка».